Далее поговорим конкретно о том, как развивались события на местах. Это информация, которую предоставляет нам Генеральный штаб Украинских вооруженных сил. Итак, начнем с северского и слабожанского направления. Там артиллерийским и минометным обстрелом подверглись районы населенных пунктов Мефедовка и Волковка, Сумской области, а также глубокая старица Геова и Волчанск, Харьковской области. В Купинском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Дворечная, Купинск, Крахмальная, Брестовая, Первомайская, Харьковская области, а также Новоселовская, Стельмаховка и Коломычиха, Луганской области. На Ливанском направлении вражеский огонь фиксировал возле площадки и Дибровы в Луганской области, а также Ямполевки и Григорьевки в Донецкой области. Далее, друзья, переносимся с самой пеклой войны на многострадальное Бахмутское направление. Здесь обстреляны районы населенных пунктов Спирная, Белогоровка, Солидар, Бахмут, Часовьяр, Опросная, Клещевка, Андреевка, Белая гора, Александра Шулькино, Азаряновка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. Если же говорить про Авдеевское направление, то здесь под обстрел попали Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка. Это все Донецкая область. Далее на Павловское направление. Тут вражеская артиллерия обстреляла районы Углидара, Причистовки, Времовки и Великой Новоселки, также Донецкой области. Запорожское направление. Там враг совершил обстрелы из танков и ствольной артиллерии по районам Тимировки, Полтавки, Дорожнянки, Хивандреевки, Каменского и Плавни Запорожской области. На Херсонском направлении снова от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Херсонской области и самого города Херсона. Есть пострадавшие среди мирных жителей.